Пока очередная группа мигрантов готовится к эвакционному рейсу из Минска в Ирак, другие пытаются нелегально перейти польскую границу. В каких условиях польским силовикам пришлось охранять границу с Белоруссией, показывает последняя запись, которую в пятницу опубликовала подвязская полиция. Вечером полицейские, пресекшие попытку пересечения границы между Апакой и Волько-Тереховской, были ослеплены стробоскопами и лазерами с белорусской стороны. В ноябре пограничная служба Польши зафиксировала почти 9 тысяч попыток незаконного пересечения границы с Белоруссией. За последнюю неделю на польско-белорусской границе было меньше инцидентов, чем предыдущие дни. Однако вскоре атаки мигрантов с белорусской стороны могут возобновиться, считает замминистра национальной обороны Польши Войцах Скуркевич. У нас очередная тревожная информация, что лесоохранная служба на белорусской стороне получила указание приготовить специальные лестницы для преодоления ограждений на границе. Так что не исключено, что в ближайшее время атаки будут более интенсивными. Минский суд, основываясь на материалах Главного управления по борьбе с оргпреступностью коррупции МВД, признал экстремистскими аккаунты в соцсетях белорусской службы Радио Свобода, включая каналы в Телеграм и Ютьюб. Комментируя это решение, президент Радио Свободная Европа. Радио Свобода Джейми Флай заявил, что Радио Свобода, цитата, «категорически отвергает этот нелепый ярлык». Мы стремимся и дальше предоставлять объективные новости и информацию белорусскому народу, который сейчас как никогда нуждается в независимых СМИ. Режим Лукашенко продолжает ясно давать понять, что его пренебрежение правдой и его попытки ограничить доступ к независимой информации не имеют границ. На настоящий момент в Белоруссии экстремистскими признаны около 300 интернет-ресурсов, включая аккаунты польского телеканала Белсад. Также экстремистской считается вся информационная продукция сайта Тутбай и его социальные сети и логотипы. 13 ноября было признано экстремистским старейшее белорусское информагентство Белопан. На белорусских предприятиях идет рекордная для страны волна увольнений, которую власти называют оптимизацией. Сокращение затронули практически все сферы – промышленность, образование, культуру, госаппарат, медицину. В январе-октябре 2021 года наниматели уволили около 635 тысяч человек. Часто людей увольняют по так называемым спискам КГБ. Одних за подписи за альтернативных кандидатов на минувших президентских выборах, других за предполагаемое или подтвержденное участие в акциях протеста. Радио Свобода, сайт Хартия 97 и другие ресурсы приводят массовые свидетельства читателей об увольнениях на предприятиях. Могилевские тепловые сети совершенно точно знают, что создали комиссию из пяти человек. Вызывают людей на ковер и предлагают написать заявление на увольнение. Говорят, что это по спискам из КГБ. Причем уволенные не участвовали в протестных акциях. Поговорив с ними, становится понятно, что некоторые оставляли подпись за кандидата в президенты Тихановскую, а некоторые за Бабарико. Белорусское объединение рабочих еще 3 ноября заявило о том, что оптимизация является подготовительным этапом грабительской приватизации белорусских предприятий российским олигархатом. Разумеете, понимаете, тот факт, что белорусы в большинстве своем являются, к сожалению, заложниками контрактной системы, дает режиму определенные преимущества. Ну, на этой статье. Вспомните, ведь не так давно, буквально несколько лет назад на всех предприятиях была введена штатная идеолога с нынешнего учебного года. Даже в школах появились завучи по патриотической работе. То есть такие военруки, они же спецслужбисты штатском, которые должны зомбировать, собственно говоря, наших детей. Везде, куда ни ткни, на всех фронтах, разумеется, идет наступление на умы человеческие. Знаете, но это та единственная штука, которую контролировать не могут никакие силовики. Вспомним Оруэлла. Я ненавижу старшего брата, можно было произносить про себя даже тогда. И эти мысли все равно возникали, и все равно находились люди, которые произносили этот слух. Невозможно сейчас превратить людей в рабочих. Массовые увольнения по спискам КГБ проходят в частности на Белазе, в филармониях, музеях, театрах и галереях Минской области, на предприятиях и районных филиалах Гомелинерго, учреждениях образования Бреста и многих других организациях. Максим Искальков, Александр Берген. Настоящее время Америка. Вашингтон.